В Самарской области завершили надвижку последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Вместе с жителями Ставропольского и Шигонского районов, а также Тольятти и Жигулевска, губернатор Дмитрий Азаров осмотрел мостовой переход. Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста встретились. Обход Тольятти, который строится по поручению президента, стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Хоть и говорят обход Тольятти, на самом деле это приход в Тольятти новых экономик, новых возможностей, новых перспектив. Я уверен, что будущее наше поколение тольяттинцев, жителей Ставропольского района, Жигулевска, да и всей Самарской области с огромной благодарностью будут вспоминать и решение нашего президента, о том, что меняется стратегия транспортного развития, и решение нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Для нас это событие позволит в первую очередь разгрузить участки федеральной трассы, которые проходят через Жигулевскую ГЭС, и, конечно же, повысит привлекательность наших территорий. В Самаре, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается оттепель, которая в ночное время будет сменяться минусовыми температурами. В условиях нестабильной погоды важно не допустить сход снега и наледи с кровель, и дочистить территории, особенно дворовые. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК дано поручение усилить работы по расчистке дворов и скадных кровель. Самарцы помогают однокурсникам с трудоустройством. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы. Отношения с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников «Альма-Матер» посещают 37%. Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу. 12% жителей Самары, задействовав эти связи, устраивались на работу, а 27% сами помогали найти работу однокурсникам. В Самарской области в этом году посадят более 917 гектаров леса. Работы пройдут по федеральному проекту сохранения лесов нацпроекта «Экология». Из 17 питомников региона высадят более 5 миллионов сеянцев лесных растений. Основные лесообразующие породы региона – сосна, береза и дуб. Лесовосстановление пройдет на территории всей области, но наибольший объем работ запланирован в Новобуянском, Нефтегорском, Кинельском лесничествах. В России спрос на тонометры вырос почти на 30% за 2023 год. Только онлайн россияне приобрели 2 миллиона 200 тысяч тонометров, потратив на них почти 3 миллиарда рублей. Эксперты называют несколько причин роста продаж медицинских приборов, увеличение доли пожилых людей и рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Редактор субтитров А.Семкин